Меня зовут Саша, мне 21 год. Меня зовут Аня, мне 21 год. Мы вместе уже три года, с хвостиком небольшим, и скоро собираемся пожениться. То, что у меня сейчас, это как тревожно-депрессивное расстройство. У меня расстройство пищевого поведения в ремиссии, то есть я лечился от андрексии. Когда я еще учился в школе, я очень увлекся немецким языком. Учительница немецкого языка мне сказала, что есть возможность уехать учиться в Германию 4 года. Познакомились мы на первом курсе университета, когда Саша поступил как запасной вариант в Пушкино, в Бресский. Оказались в одной группе, и, наверное, через неделю-две ты уехал. Да. Через пару дней он написал мне о том, что я ему нравлюсь. На тот момент, когда мы начали встречаться, у меня еще не было проблем, которые связаны с психическим здоровьем. Когда я уехал учиться в Германию, я остался наедине с собой. Первое время особенно не было друзей, как таковых, и не было людей, с кем бы я смог так общаться. У меня, в принципе, там первое время не было даже интернета. Такой совокупности очень тяжелой учебы, сложного спорта, очень усердного. Я занимался скалолазанием и бегом. Я как-то начал съезжать вниз. Съезжать вниз именно в плане психическом. Я заметил, что со временем, чем больше я занимаюсь спортом, тем больше я погружаюсь в него. Еще я заметил один очень такой важный нюанс. Это то, что мне очень нравится, как меняется мое тело. Я начал следить за питанием в первую очередь. Триггером послужило, наверное, во-первых, комплексы, которые у меня оставались еще со школы. В школе я был достаточно таким плотным ребенком. Проблемы начинались очень постепенно. То есть сначала я начал худеть. Я решил просто худеть, понижая калорийность. И в общем все дошло до 400 калорий. А это, грубо говоря, вот такая небольшая порция брокколи в день. Такой прям самый критический вес. Скорее это 55 килограмм при росте метр восемьдесят шесть. Меня это безумно радовало. Я бы даже и не подумал, что это может быть какой-то проблема. Я был безумно счастлив от того, что я такой крутой. У меня такая сила воли. Я наехал, у нас общение было в строго выходной скайп. И раз в день вечером по телефону. Стало замечать, что что-то не так. Когда он начал мне писать про то, что... Ну, логично, что я там спрашивала, что ты сегодня кушал? Кушал ли? И он мог просто сказать, что там набрал каких-то ягод, фруктов в саду. И он вот просто яблоки съел, например. Ну, для меня это было странно. Но я подумать не могла, что анорексия, ЛПП может, в принципе, быть упальня. Естественно, у меня упала работоспособность, упала память. Я стал очень часто забывать какие-то такие банальные бытовые вещи. Выходя из магазина с пакетом продуктов, я мог упасть, потеряя сознание, потому что пакет был тяжелый. Не ем на протяжении, наверное, недели. Просто не ем. Я пью только воду, живу на воде. И, естественно, я не понимал о том, что со мной происходит, какие-то проблемы. У меня начали появляться проблемы с ногами. Я перестал чувствовать ноги ниже колена, и я не смог больше поднимать стопы. И я ходил как в ласта, грубо говоря. И в один прекрасный день мне утром стало плохо. У нас одна общая терраса с моим товарищем из Испании. И вот он ко мне зашел утром, а я лежал без сознания. Он ко мне подошел, я не просыпался. Я провел в реанимации 4 дня. Я, наверное, узнала об этом всем в полную картину, только когда он уже вернулся в Беларусь. И это так достаточно постепенно он мне информацию выдавал. Наверное, это было самое трудное. Возможно, если бы это у меня как-то под боком происходило, мне было бы легче. А когда вот так вот далеко, и мне не с кем поговорить, чтобы мне кто-то рассказал из его друзей о состоянии, ну, было сложно. Сначала какие-то изменения в настроении не чувствовались. Потом уже со временем общение все скуднее было. Я очень в это время злилась и раздражалась на вот это все, что я вообще не знаю, что происходит. Или типа вообще какой смысл отношений, если я вообще не в курсе, что и как. И потом мы, наверное, в принципе, стали по несколько дней уже не разговаривать. Никогда не хотелось вот эту минуту рассказать о нем? Нет. Нет, я был полностью замкнут. Я уже находился в тяжелой депрессии. Это невыносимо. Но это то состояние, когда ты просыпаешься утром и понимаешь, что все настолько бессмысленно, что вот ты не то, что не хочешь просыпаться. Ты даже не знаешь, зачем ты проснулся. Ты находишься в бездне, в черной дыре. Когда вот такой самый пик был, ну, наверное, я думала, что расстанемся. Ты не знаешь, что там происходит. Я вообще ничего не знала, в принципе. И вполне логично, что я начинала думать, что, ну, наверное, как бы, ну, может, неинтересно стало как-то так. Вот именно это и было, наверное, самое страшное для меня. Потому что, то есть я не мог собладать самим собой. Но при этом я понимал, что я ее очень люблю, и я очень не хочу ее терять. Я начал принимать антидепрессанты, нейролептики. Я находился под наблюдением у психиатра. В Беларусь я возвращался на две недели на каникулы. Я летел на самолете, и из-за того, что у меня вот начали появляться вот эти проблемы с ногами, и я их не лечил вообще никак. Когда я слишком долго находился в таком сидячем положении, когда я слишком долго сидел, то я переставал чувствовать ноги вовсе. Если в самолет в Германии я заходил своими ногами, своим ходом, то прилетев в Беларусь, я уже выехал из самолета на инвалидном кресле. И сначала я даже шутила на этот счет, потому что я думала, что он прикалывается так, что на самом деле он так не ходит. Я подумать не могла, что все так на самом деле. Страшно, наверное, было, когда увидела, потому что, ну, прям рука меньше меня, и видно каждую мышцу было. И с другой стороны было страшно и говорить что-то, потому что, ну, тогда вообще абсолютно не знаешь, какая реакция может быть. А я был очень-очень нервный. Да, да, да. Я приехал в Беларусь в конце декабря, и уже 4 января я лежал в больнице в неврологическом отделении. Диагноз – это непропатия, малоберцовых нервов. А после этого уже было принято решение перевести меня в психиатрический диспансер. Я уехал на лечение в новинке. Я не думала про то, что надо заканчивать отношения. Мама моя была, типа, так, очень осторожена, что… Психушки вижу. Ну, да, что, ну, мама. Она волновалась. Был какой-то разговор такой, что что-то типа «ты молодая» и так далее. Сразу же, типа, мама поняла, что нет, вариант не прокатиться, она такие разговоры вести, и мыслей просто оставаться не было. Уже и сильная любовь, и сильная привязанность, и уже, наверное, чувствовала какую-то ответственность, что, ну, все-таки от меня что-то зависит. А как вы съехались, кстати? Буквально сразу, наверное, как он приехал. Мне очень сложно было вообще насчет еды разговаривать с ним. Мы, наверное, тогда в тот момент вообще вдвоем перестали практически питаться, потому что я… Ну, мне страшно было даже есть при нем. Там стыдно как-то даже было есть, потому что сейчас, типа, мало ли что подумает. Сейчас все отлично. Великолепно. Вот синабоны на кухне стоят. Я пек. Уже не считаю калорий. Только пеку. Трудностей с питанием вообще нет совместных. Мы едим абсолютно все, что можно есть. Я сейчас комфортно для меня весе. Я сейчас вешаю 93 килограмма. Я могу поднять Аню на руки, когда у нас будет свадьба, я ее пронесу. Я нахожусь в такой уже довольно длительной ремиссии, касающейся РПП. Из того, что у меня осталось, это кратковременные депрессивные эпизоды, которые случаются, может быть, раз в два месяца. Ну, в последнее время чуть чаще, наверное. Да, в последнее время чаще. Но скорее это связано с погодой, которая сейчас с нестабильной политической ситуацией в стране. Это все мои таблетки. Это мой завтрак, обед и мой ужин. Сейчас в день я пью 8-9 таблеток. То есть, утром-вечером. Если я пропущу один или два дня, ничего существенного не будет. То есть, возможно, мне будет немножко не по себе. Может быть, тошнить чуть будет, но не сильно. Но если я пропущу больше, то мне ужас будет очень плохо. И у меня, скорее всего, начнется депрессия. Когда мы начали жить вместе, вот тогда у меня был такой постоянный пост, грубо говоря, 24 на 7. Боялась, что что-то может случиться. Было тяжело. Когда начинается, это очень заметно. Был депрессивный эпизод. Потому что Саша сам по себе супероптимист. В принципе, очень много любит говорить. Очень заметно. Ну, то есть, вообще, вот все на нет сходит. Он может просто лежать в кровати долго. Он не разговаривает. У него абсолютно нет желания выйти на работу или просто сходить попить кофе куда-то. Чаще всего это скорее из истории не сесть поговорить, а вот просто, не знаю, лезть рядом, пообниматься и помолчать. Аня просто рядом. Она просто рядом. Помогает с банальными бытовыми вещами. А еще мне очень помогает то, что по своей натуре Аня тоже очень разговорчива. И когда у меня вот эти депрессивные эпизоды, когда мне наоборот хочется, чтобы вокруг меня была полная тишина, Аня это понимает и не обижается, если я ее не поддерживаю вот в этом словесном, просто бесконечном выражении своих эмоций. Наверное, мне все-таки было страшно, потому что иногда думаешь, что вот может быть это уже точка невозврата, что вот вдруг вот все так останется. Ну, мне кажется, все вот эти вот состояния научили жить вот сейчас. Сегодня все хорошо, это отлично. Потому что никто не знает, что завтра может случиться. То есть мы не думали, что вот может как-то вернуться вот эта нейропатия, но вот буквально недавно она вернулась, хотя вот все хорошо было. На следующий день мы просыпаемся, а он уже не может поднять стопы. Иногда я выхожу с тростью. Поэтому на улице мне достаточно сложно ходить без нее. Особенно сейчас зимой, когда все во льдах и снегах. Как бы такая острая фаза прошла, когда я вообще не мог пошевелить. Сейчас я уже начинаю их чувствовать, но как бы боль начинает тоже приходить. Вот, поэтому у меня сейчас очень болят ноги. Я чувствовал вину за то, что я доставляю ей неудобства в некоторых моментах. В большинстве случаев я доставляю ей неудобства. Могут прискакивать такие фразы, как типа, ну, прости, что я у тебя такой. Такое самокопание, что вот он извиняется за то, что вот у него такое состояние. Наверное, мне помогает то, что я стараюсь думать о том, что это нормально. Да, у нас есть определенные трудности, но может быть не больше, чем, чуть больше, чем у кого-либо. Часто бывает такое, что мне там начинают, как ты вообще, типа, справляешься с этим. Начинаю думать, ну вот, как я справляюсь. Просто, наверное, ну, рядом нахожусь. Любовь, конечно, 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 любовь. Определенно, я думаю, что если бы я не любила Сашу, я бы, ну, уже давно мы не были в отношениях. Не было бы речи о какой-то свадьбе и так далее. Когда у человека есть психические расстройства, очень важно, чтобы рядом с этим человеком кто-то был для того, чтобы человек, у которого эти расстройства, видел, что можно быть другим, можно испытывать чувства, можно выражать эмоции. Я благодарен Ане за то, что она всегда рядом, за то, что она честная, открытая, искренняя, очень эмоциональная. Она учит меня эмоциям и чувствам, которые, в принципе, есть. Вот. И за любовь, которую она мне дает. Спасибо.